Добрый вечер, в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Наполеоновские планы. Депутаты хотят за неделю главу Нацбанка назначить и антикоррупционный суд создать. Осилят ли? Попытка номер два. Прокуратура снова попыталась отправить Труханова в СИЗО, что решил суд. На уроке без стволов. Почему дочь Дональда Трампа выступила против идеи вооружить учителей? И снова обещания. Свежие, отдохнувшие на каникулах депутаты грозятся в ближайшее время решить несколько ключевых вопросов. Работа в сессионном зале начнется завтра и в планах у избранников как минимум новый глава Нацбанка. Кто выступает против кандидатуры, предложенной президентом? И почему в Раде заговорили о досрочных выборах? Все подробности в материале. После двух недель простоя в сессионном зале на согласительном совете подсчитывают, сколько законопроектов накопилось к рассмотрению. Цифра впечатляет. 2900 документов, которые предлагают рассмотреть на этой сессии. Их обсудят, если включат в повестку дня. На предыдущих заседаниях список утвердить так и не сумели. Смогут ли на этой неделе уже зависит от политических настроений во фракциях. Дуже хотелось, чтобы погоджевальная Рада задавала темп работы парламенту на тижний период. Но вместо конструктивного подхода люди уже завыкли чути взаимные взаимодействия политики. Наближение выборов смущает политические силы дбати про властные рейтинги. Мы сегодня не слышим от коалиции про то, что на первом порядке денному должен быть антикорупционный суд. Потому что антикорупционный суд является загрозой. И все это на фоне шантажа. Шантажа дочасными выборами парламенту перед президентскими. Виявляется, что есть такой ответ в Верховной Раде. Чутки, что коалиция образуется за то, что парламент не хочет принять антикорупционный суд и распустится парламент. Это кого вы дурите? Я под час погоджения Рады уже несколько выступов хочу про дочасные выборы. Давайте мы эту тему отставим в биг. Сколько работает Верховная Рада, столько же и точатся чутки про дочасные выборы. А нам надо думать не про выборы, нам надо думать про стабильную работу парламенту. Что касается антикоррупционного суда, то в коалиции уже в который раз обещают разблокировать его рассмотрение и наконец-то внести в повестку дня. Я уверен, что сегодня мы должны проголосовать за включение в порядок дня и начать рассмотрение вопроса о создании антикоррупционного суда, где при рассмотрении этого вопроса должны выраховать все пропозиции Венецийской комиссии. Но главным на этой неделе, похоже, будут кадровые вопросы. Спикер обещает взяться за назначение Абудсвена и главы Национального банка. В четверг вопрос запланировали рассмотреть. На этом неделе мы должны начать решить кадровые вопросы. И ни для кого не секрет, что наиболее подготовленным на сегодня есть вопрос о призначении нового руководителя Национального банка Украины. Это надважливый взгляд, как на нашу сотрудничество с международными партнерами. Будет заседание нашей фракции за участием пана Смолея, где народные депутаты получают возможность задать какие-то вопросы, поговорить стратегию развития. Правда, встречается потенциальный глава Национального банка не со всеми фракциями. Как Смолей не просил присутствовать с фракцией, не было такого желания. И если на сегодня позиция нашей фракции не голосовать за призначение керевики НК Национального банка, потому что мы, как позиция, не имеем важных для того, чтобы потом контролировать, каким образом он будет поддерживать национальную валюту. Мы считаем, что звезд попереднего керевника, пани Гонтареву, должен быть. Другое принциповое вопрос – это звезд уряду на следующий неделю. Уряд работает уже почти два года. То, что урядовцы хвалят одного, это абсолютно не отвечает тому, что про них говорит общество. Мы считаем, что уряд должен ответить, как он работал два года. А те фракции, где Смолей уже был, не готовы поддержать его назначение. И прежде чем усаживать кого-то в кресло, требуют большого отчета. Как и в Смолей, как я и сказал, это Гонтарева, а только в штанях. Поэтому наша команда не будет поддерживать Якова Смолея на посаду головы Национального банка. Мы требуем ответы Гонтаревой в парламенте перед розглядом вопроса о ее отставке. Мы требуем, чтобы она ответила за десятки уничтоженных банков, за миллионы людей, которые остались без заощаджения. И если ее будут освободить, чтобы это не произошло так, чтобы она спокойно пошла себе в отставку и заняла посаду где-то за межами Украины, где ее будут прикрывать те, кому она в том числе створила тут надприбутки. Мы требуем создания тимчасовой следственной комиссии про деятельность Гонтаревой. Мы требуем расследования ее деятельности и притягивания ее до криминальной ответственности. За руйнацию экономики. И еще я хочу заявить, что наша команда не будет голосовать за новую кандидатуру, которую будет вносить президент на голову Национального банка. Спикер обещает, с отчетом Гонтарева выступит и кадровые вопросы в спешке рассматривать не будут. Минимум полтора часа в рабочем графике уже отведено. Екатерина Лысенко, Владимир Самченко, Вадим Сверидонов. Подробности телеканал Интер. Проект закона об антикоррупционном суде должны рассмотреть вне очереди. Об этом заявил Владимир Гройсман. От выполнения этого обязательства зависит сотрудничество Украины с МВФ и Евросоюзом. Поэтому премьер настаивает. Этот вопрос нужно рассмотреть уже завтра. Очень важно, чтобы и на этом неделе Верховная Рада Украины включила порядок дня, а лучше в первом читании рассмотрела проект закона об создании антикоррупционного суда в стране, для того, чтобы мы за несколько месяцев могли его создать как независимую открытую публичную институцию, которая может абсолютно качественно завершить процесс формирования антикоррупционной инфраструктуры. У стен Верховного Суда сегодня снова собрались пенсионеры МВД. Решение Кабмина добавить им в среднем по полторы тысячи гривен ежемесячно экс-силовиков не устраивает. По их мнению, этого недостаточно. Напомню, Верховный суд постановил пересчитать пенсии. Поддержать людей сегодня приехал нардеп Каплин. Он убежден, что постановления Кабмина о повышении действительно недостаточно. Своё слово должен сказать парламент. И чтобы заставить нардепов принять позитивное решение о справедливом перерасчете пенсии, Каплин призвал экс-силовиков завтра собраться у стен Верховной Рады. Решение про перерахунок зарплат депутатам было принято за 10 минут. Подкреслю, за 10 минут, в кулуарный способ. Решение про перерахунок пенсии миллионам наших співвечизников принималось уже второй год. Выходячи на улицу, борючись, объединяючи, можно добиваться от этого парламента, от этой влады результатов. Нехай перераховывают и шукают возможности, где экономить. Нехай экономят на себе. У нас единственное заявление до Порубия, до Верховной Рады. Пане Порубий, перерахуй пенсию. Мэр Одессы будет ждать приговора на свободе. Геннадия Труханова, напомню, обвиняют в махинациях во время покупки горсоветом помещений завода Краян. В качестве меры пресечения суд ранее отпустил его на пороки. И вот сегодня прокуратура пыталась оспорить это решение. Что из этого вышло, расскажет Ольга Теребинская. Нацгвардейцы и полицейские на входе еще больше греются в машинах за забором апелляционного суда. Вокруг здания небольшими кучками рассредоточена группа поддержки Геннадия Труханова. Но атмосфера спокойная. В зале суда толпа людей, журналисты, общественные активисты и одесские депутаты. Прокуроры просят изменить меру пресечения Труханову и взять его под стражу с залогом 50 миллионов гривен. Сейчас мэр Одессы находится на поруках у народного депутата. Безумовно, такой риск вплива на свитки есть. Однако, че, можно ли его нивелировать, минимизировать, шляхом застосования такого законодательного заклада, как особистая политика? Глибо посомневаюсь. Адвокат с заявлениями прокурора не согласен. Уверяет его подзащитный, скрываться от следствия не намерен и готов всячески содействовать детективам. Сам Геннадий Труханов заявил, страну покидать не собирается. Более того, подобные заявления прокуроров его даже задевают. После совещания коллегия судей решила оставить прежнюю меру пресечения в виде взятия на поруки нардепам. А вот сколько еще будет находиться на своем рабочем месте Геннадий Труханов, будут решать уже в Соломинском райсуде. Завтра там продолжат рассматривать ходатайство прокуратуры об отстранении Труханова от должности мэра Одессы. В то же время, сегодня стало известно, что тот же Соломинский райсуд арестовал активы Труханова, которые указаны в его декларации. Ольга Теребинская, Руслан Смещук, Евгений Каминский и Сергей Еременко. Подробности телеканал Интер. И еще одно подозрение в коррупции в ближайшее время будут расследовать детективы НАБУ. Речь идет об обогащении и махинациях одного из народных депутатов с двойным гражданством Вадима Рабиновича. Об этом заявил лидер социалистической партии Сергей Каплин. Не знал, не знал и забыл. Вадим, он же Давид Рабинович, в центре пристального внимания НАБУ. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил журналист Василий Кручак. Но такой интерес, по словам Кручака, не стал для одиозного нардепа лидера партии за життя сюрпризом. Наоборот, Рабинович об этом знал, готовился и не берег от посторонних глаз свой израильский паспорт. Оттуда нашей Фемиде его не выдадут. А скрывать есть что. Шикарная жизнь на широкую ногу для Рабиновича, как наркотик, которому он пристрастился. Роскошный особняк в самом центре столицы, аренда виллы в элитном районе под Киевом, регулярные воежи за границу за круассанчиками. Мы хотим круассанчик съесть. Евгений, я честно рассказал, что мы хотели съесть круассанчик в этом невозможном заведении. Вип-отеле. Вот только недавний воеж в Швейцарию обошелся нардепу в 19 тысяч евро. А за чей счет? Ведь в его декларации крупных сумм нет. Он не раз заявлял, что в бизнесе интересов не имеет и денег не имеет, как волос на голове. Готовы ли вы пожертвовать всем своим состоянием ради благосостояния народа Украины? Хороший вопрос. Но пожертвовать состоянием? Ну давайте я пожертвую. У меня уже ничего нет от этого всего. А вот и оценка одного из народных депутатов. Мы уважно разом и своими коллегами-журналистами доследили способ жизни, коррупционную деятельность таких деятелей, как Рабинович. З'ясировали, что выявляются, что эти несчастные церковные миши живут в маятках, которые имеют тысячи и тысячи квадратных метров. А вокруг этих маятков дорогущей украинской земли с ялинками, соснами, новыми будовами. Ездят на автомобилях, на кортежах целых автомобилей, броневанных, снова что-таки за государственный граждан. Мают охранников по 20-40 человек. Мают рахунки за кордоном. Купляют себе целые острова за кордоном. Махинации и незаконное обогащение – далеко не все грехи за спиной Рабиновича. САП совместно с НАБУ возьмутся за главную наболевшую для украинских нардепов мозоль двойное гражданство Вадима Рабиновича. Ведь, как известно, сразу по два паспорта иметь в Украине запрещено, а политикам и чиновникам тем более. Эта норма записана у нас в Конституции, что мы должны иметь только украинские граждане. Это бомба, яка закладена, мина того, что эта человек апріори працюет не только на украинском государстве. Когда политики найвищого рангу имеют подвейное, подвейное гражданство, это насправдя есть загрозой национальной безопасности. Проблема очевидна. Кто это должен заниматься? Очевидно, что это должен заниматься, на мою точку зрения, Служба безопасности Украины, потому что это вопрос национальной безопасности и не хватает политической воли. Но пока детективы НАБУ разбираются с кредитной историей нардепа Рабиновича, он надеется отвлечь от себя дорогого внимания фейками от тех, кто его выводит на чистую воду. В грязной же воде надеется скрыться сам. Ну, вряд ли. А мы вам дальше расскажем о том, кто и как его оттуда наконец-то вытянет. Трое украинских военных ранены на Донбассе. С начала суток на передовой уже четыре обстрела. Все они на Донецком направлении, Лебединская, Пески, Каменка. А вот на Луганском под вражеским огнем оказался поселок, расположенный в 20 километрах от линии фронта. Игорь Левинок расскажет все подробности. Жители села Подлесного в Луганской области понемногу оклемались после вражеского артиллерийского удара. Две ночи подряд оккупанты били по этому населенному пункту из дальнобойных крупнокалиберных орудий. Боевики выпустили три десятка снарядов. За четыре года войны село Подлесное обстреляли впервые. По сути, это глубокий тыл. Наши армейцы говорят, враг открыл огонь со стороны временно оккупированного Первомайска с расстояния не меньше, чем 20 километров. Среба велася на дальностях от 18 до 20 километров. Это еще раз подкрасит то, что засовывалось забороненными мильскими договоренностями системы СССР-2А65 или 2С5. Еще раз хочу повториться, калибром 152 миллиметра. Есть разрушение в жилом секторе. Хозяевам этого дома повезло. Снаряд пробил стену, но людей, к счастью, внутри не было. Вот они три дня назад были. Если бы остались на выходные, все, уже были бы жертвы. Военные рассказывают, дальнобойные пушки били из жилых кварталов Первомайска, поэтому на огонь не отвечали. А местные не понимают, чем они провинились перед боевиками, ведь село расположено в тылу. Армейцы говорят, цель врага – разрушить инфраструктуру на подконтрольной Украине территории. Били осколочно-фугасными снарядами. Некоторые из них разорвались рядом с газораспределительной станцией. Если бы попали в нее, половина Луганской области оказалась бы без газа. По национальному пункту убили газораспределительные станции и так далее. То есть это же является заметным. Игорь Левинок, Андрей Костюк, Сергей Байдала. Слуганщины. Подробности. Телеканал Интер. Евросоюз продлил санкции против России. Сегодня четвертая годовщина аннексии Крыма. Чтобы напомнить об этой дате, а также об украинских политзаключенных в российских тюрьмах, правозащитники провели акцию в Брюсселе. Они требовали освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Все подробности расскажет Елена Абрамович. Правозащитники устроили акцию в Брюсселе с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова. Чтобы в годовщину аннексии Крыма напомнить о тех, кто пострадал за проукраинские взгляды. Продемонстрировать, в первую очередь, солидарность с Олегом. Это свой родный сигнал для него, что он не забудет. Есть люди здесь, в Брюсселе. Я знаю, что такая акция происходит во всем мире. И я надеюсь, что ему за дубом может бороться и поддерживать надею на краще въездницы. А также для того, чтобы повернуть внимание Российской Федерации и владе. Мы призываем международное сообщество продолжать оказывать давление на российские власти для того, чтобы Сенцов и другие незаконно осужденные и удерживаемые украинцы вышли на свободу. ЕС сегодня таки продлил санкции против РФ. Совет министров иностранных дел расширил еще на полгода действия списка, в котором полторы сотни человек и 38 компаний, причастных к нарушению территориальной целостности Украины. Что касается заключенных в России, то на данный момент за решеткой находится минимум шесть десятков украинцев. В помощи нуждаются и те, кто остался на оккупированном полуострове. Детальный план, как защитить тех, кто страдает от репрессий, Украина передала сегодня на рассмотрение Совета Европы. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Спрятаться от суда в детской больнице. Именно здесь активисты нашли Юрия Крысина, фигурирующего в деле об убийстве журналиста Вячеслава Беремея. Почему он позеленел после встречи с посетителями, давайте посмотрим. Детское отделение Института сердца. Попасть сюда на лечение крайне сложно. Даже детям с тяжелыми диагнозами. Тем не менее, в одной из палат активисты нашли Юрия Крысина. Они решили проведать его. Пришли с надувными шарами, мандаринами и средством от крыс. Один из присутствующих облил Крысина зеленкой. Активисты считают, что он спрятался в больнице, чтобы избежать участия в апелляционном заседании. Сам Крысин это отрицает. Заявил в больницу Лех на обследование и в суд 1 марта придет. На каком основании Крысин находится в детском отделении, выяснить у заведующего активистам не удалось. Напомню, журналиста Вячеслава Беремея убили в ночь на 19 февраля 2014 года. Следствие обвинило Аджалала Алиева. Крысин проходил по делу как соучастник. Между тем, активисты утверждают, что в прокуратуре есть видеозаписи, на которых показывали последовательность и согласованность действий тетушек, нападавших на участников Евромайдана вместе с Крысиным и Алиевым. После трехлетнего судебного процесса, Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина в 4 годам лишения свободы условно. Даже дочь против. Иванка Трамп, доверенное лицо и официальный советник президента США, не поддержала идею отца вооружить американских учителей. Что ее смутило и кто лоббирует эту идею, знает Дмитрий Анопченко. Плохого парня с пистолетом может остановить только хороший парень с пистолетом. Этот лозунг стал частью официальной политики Американской стрелковой ассоциации. Одной из самых влиятельных в стране организаций. Попытки вооружить учителей она предпринимает уже 6 лет после расстрела в школе Сэнди Хук в Коннектикуте в 2012. С того времени власти уже 9 штатов приняли законы, разрешающие учителям старших классов брать с собой на уроки ствол. Но на уровне страны эту идею долгие годы витировал президент. Барак Обама был убежден, мол, ничего хорошего из этого не выйдет. Дашь оружие, значит и шансов на ошибку больше. Непонятно, кто и когда начнет стрелять. К этой идее настолько приучили общество, что сейчас оружейные предложения Дональда Трампа страна все выходные очень активно обсуждала. И дошло даже до того, что дочь президента, Иванка, решила не поддерживать отца. В интервью из Южной Кореи, где дочь президента болеет за олимпийцев, она говорила не только о спорте. Иванка ведь и сама мать трех детей. И неуверенный тон, мол, идея сырая, надо обсуждать. И даже то, что это интервью в принципе состоялось, показатель конфликта в Белом доме. Предложение президента, как он сказал, дать оружие каждому пятому. И часть его команды, и даже семья, восприняли в штыки. Однозначно за, разве что глава администрации Белого дома Джон Келли. Бравый вояка, бывший генерал и бывший министр внутренней безопасности, который, будучи на министерском посту, завинчивал гайки, реагируя на все угрозы. И реальные, и теоретические в прессе говорят, что именно Келли якобы и посоветовал Дональду Трампу этот новый оружейный план, который расколол и без того разделенную страну. Ведь опросы социологов показывают, в оружейном вопросе Америка, как и во время выборов, снова делится. На север и юг, на бедных и богатых, на белых и темнокожих. Зажиточные белые штаты, где голосовали за Трампа, и наделить учителей оружием согласны. А другая половина страны против. Мне, конечно, жаль погибших, но нам теперь каждый день в школу ходить. И не думаю, что это правильно, что это обезопасит. Я не буду чувствовать себя защищеннее, если в школе будет оружие. Бороться с расстрелами невозможно, раздавая еще больше стволов. В итоге, по данным CNN, рейтинг Трампа опять просел. Сейчас его деятельность одобряют лишь 35% американцев. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности. Вот что у нас во второй части. Весной не пахнет. Украину ждут метели, снегопады и самая морозная ночь февраля. Выдержат ли трубы? Пары отменяются. Киевский медицинский университет объявил забастовку. Чего хотят и кому это нужно? Полиция с большой дороги. Почему встреча с копами закончилась для жителей Одесской области разрывом почки? Практически во все дома Харькова уже подали тепло. Напомню, в пятницу в городе прорвало теплотрассу. Ремонтировали на 20-ти градусном морозе. Включили резервную линию, но и она не выдержала. Все подробности расскажет Светлана Шакера. Олег Вихляев с семьей провели в холодной квартире все выходные. Тепло дали только сегодня на рассвете. Выживали за счет обогревателя. Был ТЭН у нас, который обогревал практически все наши 40 квадратов. Но дочери Олега в школу сегодня так и не пошли. В остывших классах плюс 12. В школе было три человека, потому что школа не успела прогреться полностью. А в соседнем доме по улице Амосова, 52, жильцы продолжают мерзнуть уже третьи сутки. Мерзнете? Ой, не то слово. У нас двое детей. Мы уже там кошмар. Несколько одеял. Все, что есть, на себя одеваем. В городе подключили почти все дома, детские сады и школы, заявили в областной администрации. Ситуацию с авариями на харьковских теплотрассах сегодня обсуждали и в столице. Вице-премьер Геннадий Зубко призвал городскую власть рационально использовать деньги, которые выделяет государство, в том числе и на ремонт дырявых труб. Мы, как держава, сделали все, чтобы обеспечить ресурсы безпосредними целосолюдивания. 192 миллиарда в Украине мы закинчивали в 2017 год. Ну, если мне там не изражают память, то в городе Харьков мало 4,8 миллиарда бюджета развития только в Северо-Морозе. Морозов не выдержали старые коммуникации и в Запорожье. Там прорвало трубу диаметром в один метр. Из-за этого жители Александровского района остались без холодной воды. Найти место аварии коммунальщики смогли лишь после полудня. Говорят, труба находится на глубине 4 метров, поэтому добраться до нее проблематично. К тому же рядом газопровод. Как долго будут ремонтировать трубу, аварийщики не знают. Подвоз холодной воды возможен только при температуре до 0 градусов. Ниже 0 градусов замерзают краны, и люди не сможем ее довести до потребителей. А морозы, предупреждают синоптики, будут только усиливаться. На западе и севере страны ночью до минус 27. Ожидаются также снегопады и сильный ветер. Настоящий снежный шторм надвигается на Одесскую, Херсонскую и Николаевскую области. На дорогах возможны заносы, так что старым коммунальным сетям предстоят серьезные испытания. Светлана Шикера, Сергей Бордюжа, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Бессрочную забастовку объявил главный медицинский вуз страны, университет Богомольца. Почему студенты и сотрудники требуют отставки Ульяны Супрун? Подробнее в материале. Закрытые ворота и цепи с замками на дверях. В Национальном медуниверситете имени Богомольца объявили бессрочную забастовку. Здесь требуют немедленно восстановить должность директора университета, а исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяну Супрун отправить в отставку. Супрун обвиняют в попытке навязать руководству вуза заключение договоров на оплату тестирования студентов в обход тендеров. А после отказа ректора Минздрав якобы и вовсе забраковал документы, без которых проводить экзамены нельзя. В результате один из главных экзаменов для студентов-стоматологов, который должен был состояться 20 февраля, отменили. Университет находится в правовом поле. Он не имеет права сплачивать за то, чего нет в Кошторисе. На сегодняшнее число с Министерства охраны здоровья мы не отримали этого документа, то есть изменения к Кошторису. И считаем, что это абсолютно бездействие, как и министра охраны здоровья, пани Ульяны, так и заступника министра Олександра Линчевского. Но вот в Министерстве здравоохранения обвинения в коррупции отвергли. Ульяна Супрун в срыве тестирования наоборот винит ректора Екатерину Амосову. В контракте ректора есть обязательство, чтобы она обеспечила учебный процесс. И у нас, как те, которые вроде работодавцы, которые подписали контракт с ней, мы имеем право, чтобы ее одновременно отторонять от работы. Мы также обратимся к университету, чтобы они отновили учебный процесс. А временно исполнять обязанности ректора назначили завкафедра хирургии Михаила Захараша. Однако студенты не пустили его на работу. Тут заявляют, что будут бастовать бессрочно. Однако это решение поддержали не все учащиеся. Наш страйк будет длиться до тех пор, пока не восстановится в должности нашего ректора МОСова Екатерина Николаевна. Когда студенты-стоматологи будут иметь четкую информацию о том, когда будет у них крок один стоматология. Когда Министерство здравоохранения хотя бы извиниться. Мы пришли и увидели наступное. Это были железные ланцюги, железные колодки на дверях, написаны о том, что оголошено страйк. Страйк против чего? Я не считаю, что это доцельно, поскольку отторонение ректора было тем временем. И если бы комиссия не выявила никаких правопорушений, ректор бы снова повернулся к своих обязанностям. Студенты это также понимают. Страйк был оголошен незаконно. Ясность в конфликт могут внести в Верховной Раде. Там призвали немедленно создать комиссию, для того, чтобы выяснить, кто же виноват в срыве экзаменов. По словам главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольги Богомолец, в нее войдут нардепы и общественные деятели, не имеющие отношения ни к медицинскому университету, ни к министерству. Алексей Пшимыский, Вячеслав Фролов. Подробности телеканал Интер. Продолжается разноглазие и вокруг медицинской реформы. Едва ли не в первую очередь. Она уже сказалась на врачах скорой помощи. Они превратились в фельдшеров. Финансирование урезали, машины разваливаются, а зарплаты мизерные. Это далеко не все проблемы. Подробности расскажет Богдан Вербицкий. Спасти чужую жизнь ценой собственного здоровья. Люди приезжают для того, чтобы спасать чужие жизни, а сами подвергаются насилию. Фельдшеры скорой помощи беззащитны перед агрессивными пациентами. Нападения, побои, а иногда и угроза для жизни. Он начал сказать, я сейчас им сделаю, и сейчас я их убью, и начал на нас кидаться. Нападения на бригады скорой помощи давно стали обычным явлением. Причины разные. Чаще всего алкоголизм или наркотическая зависимость. Реже психическая неуравновешенность пациентов. За границей вызовы скорой помощи контролируются силовыми структурами. В Украине пока каждый сам за себя. На жаль, в нашей стране увеличивается количество случаев, когда при дании медицинской помощи, при дании вызовов, особенно экскурсионной медицинской помощи, все чаще всего медичные работники потерпают от нападов, от нанесения шкод жизни и здоровья. Анна работает фельдшером скорой помощи более 10 лет. Признается, иногда доходила до физической расправы над ней и ее коллегой. Он начал ее дышать за фанедоскопом, за шею. Он видит, что я хочу позвонить, и начинает кидая лекаря дышать, и нападает на меня, и начинает мне брать таким своим здоровым кулаком, мне прямо в высокую голову. Диспетчер пункта скорой помощи вызвала полицию, но результата это не принесло. Они не поднимались, ничего не делали. Только из нас взяли показники, ну, письмовые показники. Проблему с безопасностью докторов пытаются решить, но не в Минздраве, а силами самих врачей. Мы сделали в Киевской области единую диспетчерскую. И на планшетах установлена тревожная кнопка, и тревожная кнопка также есть у водителя в автомобиле. Вот. И эта информация, если они пользуются этой тревожной кнопкой, передается в единую диспетчерскую, с которой он находится в Белой Церкви, и оттуда информацией сразу передается полиция. Но фельдшеры уверяют, этого недостаточно. Решать проблему необходимо на законодательном уровне. Соответствующий законопроект уже разрабатывается. Но опять же не в Минздраве, а в Комитете Верховной Рады. Мы, как народные депутаты, инициировали законопроект, который сейчас есть на расследовании Верховной Рады, чтобы обязать национальную полицию Украины сопровождать за необходимостью на выклики работников экстренной медицинской помощи. При всей опасности, с которой приходится сталкиваться медикам, в среднем зарплата фельдшера скорой помощи не превышает даже 6 тысяч гривен. На финансирование экстренной медицинской помощи второй год к ряду деньги не поступают. Дорогой Ощадбанк, в прямом смысле, в ближайшее время услуги здесь подорожают, и платить, например, за коммуналку станет не так выгодно. Стоимость комиссии вырастет. Об этом сообщил председатель управления Ощадбанка. Тем не менее, по словам Андрея Пышного, банк обещает сохранить минимальные расценки для льготников, а услуги для малоимущих будут бесплатными. В Днепре покончила с собой Марина Меньшикова, женщина, которую обвиняли в нападении на участника АТО. В 6 утра ее нашли повешенной в камере СИЗО. Напомню, в 2016 году в театре она ударила военного молотком по голове. Ей накриминировали хулиганство. Санкции этой статьи предусматривает до 7 лет заключения. Ранее суд избрал меру пресечения, домашний арест. Однако Меньшикова сбежала в аннексированный Крым. В январе этого года ее арестовали. Самоубийство пока единственная версия следствия. А сокамерники не бачили? Да, сокамерники были на месте. Ну, это такой период с 5 до 6 часов, когда крепкий сон. Мы уже с ними поспілкувалися. Они в этот момент спали и пока пояснить ничего не могут. Версию убийства на данный момент мы не рассматриваем. Будет проведена судовая экспертиза, которая покажет, в каком направлении следствия направиться. В Одесской области общение с полицейскими закончилось для местного жителя разрывом почки. Мужчина утверждает, что его жестоко избили, хотели ограбить, а теперь пытаются замять инцидент. Все подробности выяснял Андрей Анастасов. Сергей граждан уже неделю в областной больнице. Сюда его доставили из Ананьева в тяжелом состоянии с разрывом левой почки. Мужчина рассказывает, около полуночи возвращался на машине домой вместе с женой и друзьями. Неподалеку от города в автомобиле закончился бензин, остановились на обочине, ожидая, когда знакомые привезут топливо. В этот момент подъехала полицейская машина. Из нее вышли двое правоохранителей в форме. Как выяснится позже, это были инспекторы Александр Слицаренко и Санан Бабаев Али Аглы. Они не представились, не показали удостоверение. Начали вдвоем заламывать ему руки. Мы все, что не бейте его. Этот Бабаев достает пистолет и направляет прямо на мою жену. По словам Сергея, полицейские обвинили его в том, что он пьяный. Повалили на землю, надели наручники и начали избивать ногами. Один просто встал полностью ногой, мне на голову и давай топтаться, танцевать на голове. В Ананьевской больнице врачи сразу же взяли анализ крови, который показал, Сергей был трезв. Вот это заключение. У мужчины выявили внутреннее кровотечение и подготовили реанимобиль, чтобы срочно везти в Одессу на операцию. Но тут появились сотрудники полиции и заблокировали машину. И говорят, мы будем брать сейчас у него, лично мы. Повторно кровь на экспертизу. И потом через два часа только они сказали, что ладно, грузите его, везите. Почему правоохранители набросились на Сергея Граждана, а потом не позволяли доставить его на операцию, мы пытались выяснить в местной полиции. Но здесь никакой информации не делятся и отправляют к областному руководству. Там, в свою очередь, ссылаются на тайну следствия и дают крайне скудные комментарии. В распоряжении правоохранителей есть видеозаписы, которые допоможут сделать взгляд обставин событий объективным и неупередженным. Городством ГУНП инициирована служебная проверка. С действиями работников полиции будет надана правовая оценка. Сергей, между тем, уверен, полицейские пытались его ограбить. И лишь свидетели помешали это сделать. Дело в том, что он предприниматель и в тот момент имел при себе крупную сумму денег. Мне было сказано данными людьми, в присутствии даже свидетелей, что ничего я не сделаю, так как они являются богатыми детьми фермеров, что я ничего не добьюсь. Сергея врачи прооперировали. Почку удалось спасти. Теперь мужчина собирается подавать в суд на своих обидчиков. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. В Полтаве избрали меру пресечения организатору международной преступной платформы «Эваленч». Его взяли под стражу на 40 суток. Геннадия Капканова, которого разыскивали в 30 странах, задержали в Киеве с поддельным паспортом гражданина Украины, оформленного на другого человека. Сеть «Эваленч» работала 7 лет и инициировала по всему миру до полумиллиона компьютеров каждый день. По предварительным подсчетам, потери от кибератак составили сотни миллионов евро. В 2016 году хакера уже задерживали. Тогда ГПУ наставило на аресте, но суд отказал и Капканов исчез. Мощный взрыв и пожар в британском Лестере. Местный магазин буквально взлетел на воздух. Погибли 5 человек, еще пятеро с травмами были госпитализированы. Что произошло, узнаем от Светланы Чернецкой. Взрыв был такой силой, что здание рухнуло, как карточный домик. На соседних улицах даже показалось, что это землетрясение. До приезда полиции и пожарных местные бросились спасать пострадавших. Но пламя становилось все более мощным. В конце концов, огонь уничтожил до тла трехэтажное здание. Мой дом вздрогнул от взрыва. Было впечатление, что потолок вот-вот упадет. А когда я вышел на улицу, то увидел, что магазин разрушен до основания. Снесло автобусную остановку напротив, а обломки разбросало по всем четырем полосам дороги. Количество погибших увеличилось до пяти человек. Еще пятерых удалось спасти, все они в больнице. Пожарные работали всю ночь. Пытались потушить огонь, который мог легко перекинуться на соседнее здание. Даже сейчас, спустя сутки после пожара, остатки дома все еще дымятся. А спасатели не теряют надежды найти уцелевших людей под завалами. Пока у нас нет информации о всех жителях и посетителях этого здания. И мы думаем, что под обломками могут находиться люди. Спецоперация пока еще на этапе поисковой и спасательной. Очень важно, чтобы мы как можно скорее нашли как можно больше людей. В полиции не считают этот взрыв терактом, но у них до сих пор нет никаких зацепок. Причин этого взрыва и пожара может быть очень много. Мы с полицией проведем полное и детальное расследование, но только после завершения спасательной операции. Известно, что два верхних этажа занимали частные квартиры. А на первом совсем недавно открылся польский супермаркет. Во время взрыва он еще работал и там могли находиться посетители. Очень вероятно, что одной из версий полиции станет преступление на почве расизма и ненависти. После референдума по выходу из ЕС количество нападений на мигрантов здесь увеличилось на 40%. Правда, зачастую, слыша иностранные речи, люди проявляют агрессию на улицах. До взрывов еще не доходило. Большинство сторонников Брексита считает, что стране необходимо закрыть границы. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. В Брюсселе теперь можно будет бесплатно ездить в общественном транспорте, но только в те дни, когда уровень загрязненности воздуха будет слишком высоким. Особые правила утвердили местные власти. Отслеживать качество воздуха жители смогут с помощью телефонного приложения либо на специальном сайте, где информация отображается в режиме онлайн. Кроме метро, автобусов и трамваев, бесплатными будут также велосипеды. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера, легкой недели. До встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин